Эссиви ракенны Питая ставим в нужную нам личную форму Затем стандартно идет объект, т.е. прямое дополнение Обычно в падеже партитив И в конце третий слово в падеже эссив Соответственно с окончанием на либо на Верпи питая плюс объекти Плюссана эссивissä, кененä, миллайсена Такая фраза, такая конструкция может быть и без объекта, там может стоять глагол Но совсем скоро мы посмотрим примеры Вот наш глагол Питая в личной форме В данном случае первого лица единственного числа Затем прямое дополнение, т.е. объект, в партитиве И словосочетание в эссиве Прилагательное согласуется с существительным Как же эта фраза переводится? Эве хиятамес Финская писательница Я считаю ее хорошей писательницей Эта конструкция с глаголом Питая и эссивом Поражает чье-то мнение Кого или что мы считаем кем, чем или каким Смотрим второй пример Помо питает Пекка ахкерана työntекиэна В этой фразе сначала подлежащее Помо Затем глагол Пита в личной форме В третьем лице единственного числа Затем прямое дополнение, т.е. объект, в партитиве И в конце словосочетание в эссиве Прилагательное согласуется с существительным Шеф считает Пекку старательным работником Идем дальше В этих предложениях тоже сначала подлежащее, субъект Затем глагол Пита в третьем лице единственного числа В имперфекте После идет объект, местоимение и-ц в партитиве И с притяжательным суффиксом Эту часть переводим так Шеф считал себя или самого себя И затем говорится кем и каким он себя считал Очень умным и лучше, чем другие Теперь посмотрим примеры, в которых нет объекта В качестве прямого дополнения выступает глагол Слушаем Теперь разбираем Сначала подлежащее, выделено розово Зеленым выделяем глагол Пита в соответствующей личной форме Затем идет слово в ассиве То, каким мы считаем действие И потом само действие, глагол Он выделен голубым Дословный перевод В выходные я считаю лучше гулять на природе Мы считаем полезным собирать осенью ягоды и грибы для хранения Бабушка считала опасным отпустить детей от них в город Обратите внимание на другой порядок слов, нежели в предыдущих примерах Глагол стоит после слова в ассиве Вот еще пара примеров В них мы увидим прилагательное в сравнительной степени Кайса считает зеленый чай более вкусным чем черный Они считали купленную имя машину более практичной, чем наша Порядок слов здесь обычный Подлежащее Затем глагол Пита в личной форме Затем объект в партитиве В конце сравнения Прилагательное в сравнительной форме в ассиве И то, с чем сравнивают объект Обращу еще ваше внимание на выражение Остаманса ауто Купленное имя машина Остаманса Это причастие агента в партитиве и с притяжательным суффиксом Но последок короткая речь про важные вещи в жизни Ее переводить не буду Это ваше домашнее задание Пишите ответы и возникшие вопросы в комментариях Остаманса 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 Субтитры создавал DimaTorzok